День независимости Республики Молдова в Бельцах отмечают с широким размахом. Сегодня, как и всегда, наш мэр приготовил большой и интересный подарок. Скажите, а в последнее время о нас, о Бельцах, ходят такие слухи, как о том, что мы самый музыкальный, самый веселый город. Это правда? Не то, что музыкальный, потому что есть такие понятия жизни. Надо качественно работать, но и качественно отдыхать. Потому что, конечно, есть определенные критики. Вместо этого концерта бы сделали другое. Но, вы понимаете, продуктивность человека, любого человека, она эффективна, когда он качественно отдыхает. Таким образом, надо и работать, но и, соответственно, и отдыхать вот такими мероприятиями. Воспитительных странах Воспитительных странах Воспитительных странах Странах Какое настроение? Как вам вообще атмосфера? Я всегда сюда приезжаю с огромным удовольствием и публика у вас классная, она классно принимает и, ну не знаю, в удовольствие. Без этого тяжело жить артисту, без таких вот маленьких мизансцен в каких-то вот таких теплых местах, как Бельце. МОЛДОВА Россию и Молдову связывают исторические узы. Какие у вас переполняют эмоции, ощущения, находясь здесь сегодня, в Бельцах? Эти вот контакты, которые за последние полтора-два года на спинах восстанавливаются, дадут хорошие результаты. Я хотел бы особо сказать про усилия, про активность вашего примара Герната Георгиевича, который сумел за короткое время создать условия для подписания таких соглашений с рядом ведущих регионов субъектов Российской Федерации. Это Москва, Санкт-Петербург, это Нижний Новгород, это другие города, другие области, края, которые сегодня уже начинают работать по реализации этих соглашений. Поэтому, думаю, вот следующий год, конец года, следующий год как раз будут иметь конкретные результаты, вы их увидите. Потому что открытием торговых домов, открытием рынка России для производителей, значит, не только Бельц и северных районов, да и для всей Молдовы. Сегодня мы открываем абсолютно большинство производителям российский рынок, кто имеет хорошую продукцию, качественную, сертифицированную и, главное, произведенную Молдове. Поэтому вот сейчас все к этому стремимся. Какие эмоции вас переполняют? Очень позитивные, супер! Болганская музыка всегда зажигает, нам сегодня ждать такого же отжига? Да, мы будем зажигать и болганскую, и молдавскую, все. Давайте, чтобы нас в Кишиневе не было, как в Бельце праздновать! Вы сегодня были в Кишиневе, я вот хочу спросить единственную вещь. Какой контраст, разница между тем, что в Кишиневе и здесь в Бельцах? Ну, в Бельцах у нас всегда было все по-доброму. В Кишиневе у них, видите, этот праздник, как бы мы хотели отмечать его правильно. А получается, что власть, которая захватила сегодня в государстве, власть захватила, они не хотят отмечать этот праздник правильно и по-доброму. Поэтому они сегодня устроили вот тот беспредел, который на демонстрации сегодня было, что не пустили людей ни на парад, так там, какой парад, только непонятно, чего там был парад. Мы хотели посмотреть, нас не пустили. Людей держали, заперти, 4 кордона полиции, ну, все неправильно у них. Власть боится, наверное, своего народа. Что же это за власть, которая боится своего собственного народа? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Помимо музыки, так сказать, популярной, у нас выступает симфонический оркестр. Я уже второй раз здесь, в прошлом году я дирижировал здесь, в этот же день, и в этот году я с удовольствием согласился, видя эту атмосферу, это дружеское отношение, этот восторг от, понимаете, сочетания лета, хорошее настроение, тепло и плюс праздничное состояние духа и сердца. И вместе, ребята! Самый лучший день Рената Георгиевич, как обычно, даже не подается, прекрасный праздник, как вам удается, где столько энергии, где столько вообще идей? Ну, вы знаете, я всегда говорил о том, что я люблю хорошие, красивые вещи, и самое важное для меня, когда эти прекрасные вещи доступны всем людям. Как считаете, праздник удался? Да, праздник удался, у которых улыбки на лице, у них счастливые лица, в отличие от того безумного бардака, который был сегодня в Кишиневе, бельцы в очередной раз доказали, что является столицей во всех отношениях. И всякие там киртуаки, плохотники, которые пытаются что-то изобразить в Кишиневе, они просто могут нервно курить. Они пытались делать все, что угодно, но ничего у них не получалось. А мы будем дальше вместе с бельчанами идти вперед, реализовывать все то, что было обещано. Как вы относитесь к прозвищу «Самый музыкальный примар Молдовы»? Вы знаете, меня это устраивает, чем то, что говорят сегодня в Кишиневе и во всей стране про киртока, пусть говорят, что я музыкальный. Вы знаете, я всегда гордился тем, у меня очень много людей-артистов, многие уже были в Бельцах, и Григорий Лев, и Стас Михайлов неоднократно, там, певица Слава. Игорь Николаев, мы дружим там более 10 лет. Я хочу, чтобы все мои друзья приезжали в Бельцу, видели этот город. Бельцу Земля Как всегда, в Бельцах праздник удался. Ну а подробности смотрите в программе «Бункер» в ближайшем его выпуске.